Субтитры делал DimaTorzok Международная академия нумерологии Альвасар, авторы книг и методик по нумерологии, в своих прогнозах много внимания уделяли ситуации во Франции. Происходящие сегодня события в республике подтверждают правильность их предсказаний. Прогноз Джулипо от 20 апреля 2022 года. Кто победит на выборах во Франции, отразится ли это на России? Я могу сказать так, кто бы не победил во Франции, это в любом случае отразится на России, но в первую очередь отразится на самой Франции. Мы говорили о том, что одним из мощнейших пророческих инструментов в нашем видении начала наступления третьей мировой войны будет именно революция во Франции. Поэтому кто бы не победил сейчас, высока вероятность восстания на территории Франции. Что касается, как говорится, Макрон, мы тоже говорим, что Макрона, мы не видим, чтобы Макрон был в тот момент, когда наступает третья мировая война. Но в то же время я не вижу, чтобы и женщина правила Францией. Поэтому я пока не могу сделать никакого заключения в этом смысле. Очень вполне возможно, что тот, кто, скажем, победит на выборах, будет потом как-то отстранен или смещен, или еще что-то. Возможно, будет восстанен совершенно другой человек. Поэтому, не знаю, есть ли такая теоретическая возможность, но не тот, не другой. Вот такой ответ. Я не знаю, как это будет в последующем реализовано во Франции. Информация взята из открытых источников. 25 апреля 2022 года. Газета.ру. Ни Макрон, ни Лепен. Революция. Чем закончились выборы во Франции? После объявления итогов выборов президента во Франции вспыхнули акции протеста. Действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 58,55%. Его соперница, кандидат от национального объединения Марин Лепен, 41,45%. В Париже демонстрации переросли в беспорядки. В ходе стычек на площади Шатле полиции пришлось применить слезоточивый газ, а в районе Пон-Ньёв открыть стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию. В результате два человека погибли, еще один пассажир находится в больнице. Митинги также прошли в Коммуне-Рен, где протестующие подожгли импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а затем вступили в противостояние с правоохранителями. Информация взята из открытых источников. 25 апреля 2022 года. Вести.ру. Протесты во Франции. На улице Марселя вышли сотни человек. После объявления результатов президентских выборов во Франции в Марселе сотни человек вышли на манифестацию, сообщает телеканон «Фрэнс 3». Это акция протеста против Макрона и против Лепен, проходящая одновременно в нескольких городах Франции, сообщает РИА Новости. Собравшиеся скандируют лозунги «Макрона в отставку», «Макрон, Лепен», «Решение», «Революция», «Никаких фашистов в наших кварталах». Ранее средства массовой информации сообщили о демонстрациях после объявления результатов выборов, прошедших в Лионе, Монпелье, Нанте, Ренне и Тулузе. Так, в Лионе протестующие атаковали здание муниципальной полиции, обстреляв его фейерверками. Далее у нас идет Франция. По Франции тоже кармические узлы вам известны. И сейчас, как это ни странно, Франция находится в положительном зоне с 4 октября 2017 года по 3 октября 2024 год. Но тоже не спешите радоваться, поскольку Франция сейчас хоть и находится под определенной защитой, тем не менее, я уже вам говорила неоднократно, это государство будет трансформироваться и, может быть, даже и сохранить свои, скажем так, территориальные границы. Но в целом она перейдет на новый формат. То есть, знаете, у нас уже была 4-я республика, вот последняя сейчас 5-я республика. Вот сейчас идет закат 5-й республики, который начнется 4 октября 2024 года. И мы будем с вами наблюдать достаточно серьезные политические изменения в этом регионе. Ну а о Франции я еще попозже еще расскажу. Информация взята из открытых источников. 20 июня 2022 года. Деловая газета «Взгляд». Политолог. Выборы во Франции подтвердили правоту Путина о кризисе евроэлит. Во Франции подвели итоги второго тура выборов в национальное собрание. Коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона вместе одержала победу, но потеряла абсолютное большинство в парламенте. После подсчета 100% голосов Министерство внутренних дел Франции сообщает о следующей расстановке сил. Вместе набрала 38,57% голосов. 31,6% достались левому, новому народному экологическому и социальному союзу Жан-Люка Меланшона. 17,3% у партии Марин Лепен – национальное объединение. И 6,98% голосов набрали республиканцы. Таким образом, президентская партия займет 245 из 577 мест парламента. 131 место у левых, 89 у партии Лепен и 61 кресло займут республиканцы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в национальное собрание представляет угрозу стране, так как никогда во времена Пятой Республики в национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Как отмечают эксперты, теперь проведение политики Макрона будет осложнено необходимостью договариваться с другими партиями. Франция переживает сложный период. Отсутствие у президентской коалиции абсолютного большинства станет существенным тормозом в реализации курса, который наметит президент Эммануэль Макрон, заявил в газете «Взгляд» политолог Сергей Федоров. Ранее во Франции подвели предварительные итоги парламентских выборов. Результаты выборов, несомненно, это очень тяжелый удар для Макрона, поскольку проводить свой курс и реформы ему будет очень проблематично. Поиск компромиссов и союзов замедлит продвижение законов в Нижней Палате французского парламента, считает политолог. Оценивая результаты выборов, Федоров также обратил внимание на настроение во французском обществе. Люди голосовали так, поскольку многие недовольны правлением Макрона. Половина электората вообще не верит в эти выборы и считает, что с помощью голосования ничего нельзя изменить. Информация взята из открытых источников. 21 июня 2022 года. Коммерсант. Национальное собрание разобрали по частям. Парламент во Франции на пять лет превратился в проблему для президента. «Франция неуправляема», говорят заголовки на первых полосах газеты. В итоге завершившихся парламентских выборов национальное собрание разделилось на четыре основные фракции, люто ненавидящие друг друга. При этом ни одна из них не может обойтись без других. Бывший парламент устойчивого президентского большинства станет парламентом торга и компромисса, считает корреспондент коммерсанта во Франции Алексей Тарханов. Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось повторить успех пятилетней давности. Президентская партия «Вместе» набрала 245 мест. Это значительно больше, чем у соперников, но на 44 места меньше, чем нужно для того, чтобы с гарантией проводить через парламент желаемое для правительства и президента решение. Вроде бы победа, но на самом деле близкое к поражению. Крайне правые под руководством Марин Лепен получили в Национальном собрании 89 мест. Это означает, что Марин Лепен захватила не только кресло в Бурбонском дворце, но и новые территории, поскольку выборы проходили по разным избирательным участкам Франции, а не прямым голосованием. Под вопросом теперь судьба правительства. Премьер-министр Элизабет Борн рассчитывает на большинство действия, то есть гибкое большинство, способное создаваться для проведения закона. В самом оптимистичном для нее варианте Элизабет Борн придется менять состав правительства. Предстоит либо штопать старое правительство, либо формировать новое, а в новом, несомненно, напрашивается участие оппозиции. В итоге Франция получила очень пестрый парламент, с трудом способный вынести решение, согласованное всеми входящими в него силами. Это сулит президенту и правительству множество неожиданностей. Но надо признать, что национальное собрание отразило реальное распределение симпатий общества. Глава страны потерял карт-бланш, хотя его и переизбрали, к нему нет полного доверия, а радикалы слева и справа, наоборот, набирают влияние. Эммануэлю Макрону предстоит уступать и идти на компромиссы. Но, может быть, слишком упрямому президенту пора этому научиться. Конечно, у него есть право распустить парламент, но обозреватели считают, что едва ли он прибегнет к этой крайней мере. Все равно по Конституции через 20-40 дней после этого состоятся новые выборы, на которых он может получить результаты еще хуже, в наказании за то, что не принял ясно выраженной воли избирателей. Прогноз Джулипо от 8 июня 2022 года Далее мы с вами посмотрим Францию. Что касается самой Франции, то мы видим здесь шестерку мечей. Шестерку мечей мы с вами разбирали уже неоднократно тоже, поэтому я вам ее покажу еще раз. На карте изображен человек, который перевозит людей с одного берега на другой берег. И как мы видим, эти люди, они прикрыты одеждой, то есть такое ощущение, как будто они избегают от каких-то проблем. И когда карта находится в плюсе, то мы говорим о том, что эти люди, эти страны, например, находились в тяготах, в нуждах, и сейчас их это... Наступил тот период, когда к ним пришли на помощь, и будут помогать. Но в нашем случае карта перевернута. Это говорит о том, что нужды, тяготы, потребности будут только возрастать. И, как говорится, избежать проблем будет крайне тяжело. Можно попробовать обратиться к той или иной стране, к тому же Евросоюзу, но помощи ждать не придется. Также шестерка говорит об изгнании, то есть о необходимости выйти из блока, выйти из каких-то договоренностей, из каких-то комитетов, где выседают европейские страны. И это будет вынужденная мера. И, собственно говоря, сегодня уже первые посылки к этой прогностике имеются. Поскольку политика Макрона, именно то, что он заявлял на предвыборных каких-то своих гонках, она полностью противоречит той позиции, которую он занимает сегодня. Мы уже говорили о том, что ни Макрон, ни Липен не имеют достаточной силы, чтобы выдержать президентские должности на ближайший предстоящий период. Поэтому в данной ситуации шестерка мечей говорит о росте недовольства среди населения и возможном импичменте или свержении, скажем так, действующей власти. Это как минимум, как максимум Европейский Союз может ограничить права Франции в политическом смысле. То есть фактически сказать о том, что по каким-то вопросам, по ряду тем же самым дипломатическим, политическим или экономическим вопросам, Франция не имеет голоса. Может высказаться, но к ней прислушиваться никто не может. И вот на сегодняшний момент Франция сейчас, к сожалению, ярко идет именно к этой тактике. Восьмерка мечей, тоже мы с вами этот знак разбирали. Здесь изображена женщина, которая связана, как говорится, по рукам и ногам, да еще и глаза перевязаны, за ней мечи. То есть это явно какие-то преграды и препятствия, это крупный кризис. Причем эти значения у нас стоят во внешнем блоке, то есть говорят о том, что эта страна находится в изоляции. Точнее, в ближайшее время будет находиться в изоляции. Ее будут в каком-то смысле опасаться. И вот эта ситуация, конечно, тоже может показаться странным для населения страны, что может спровоцировать что? Король Пентаклей – это как минимум масса вопросов к руководящему составу. Вообще все короли всегда, если они выпадают, то они либо указывают на крупные климатические катастрофы, поэтому не стоит этого исключать. Также все короли говорят об желании населения повлиять на верхушку власти. И вот король Пентаклей говорит о том, что причины этого возможного события, как мы уже говорили о революции во Франции, может стать, конечно же, экономический вопрос. То есть массовое недовольство. И, как вы понимаете, если Евросоюз отвернется от Франции в экономическом смысле, тогда, когда сейчас Европа находится в самоблокаде, по своим собственным убеждениям, никто ее не блокировал, вот в этом смысле Франция и французские граждане могут очень серьезно пострадать. И, как я уже тоже говорила, эта ситуация неблагоприятна. Но, обращаю ваше внимание, что в этом году свержение власти вряд ли произойдет, потому что 19-й аркан стоит в плюсе. То есть подвижки к этому возможны. Но мы уже говорили о том, что все-таки, если мы говорим о неких предпосылках, симптомах Третьей мировой войны, то без революции во Франции это невозможно. И, собственно говоря, политика современного французского президента идет, к сожалению, к неизбежной революции во Франции. Информация взята из открытых источников. 3 июля 2022 года. Газета «Взгляд». Французы задумались о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах. Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза. Макрон может быть вынужден уступить давлению и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в Европейском Союзе. Давление сторонников выхода из ЕС на Макрона будет усиливаться на фоне итогов недавних выборов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в национальное собрание представляет угрозу стране. Информация взята из открытых источников. 4 июля 2022 года. Коммерсант. Во Франции начали назначать новых министров в правительство. Происходит замена министров в прежнем правительстве Элизабет Борн. Замены понадобились президенту Эммануэлю Макрону для того, чтобы приспособить правительство к новым условиям, создавшимся после парламентских выборов. Впервые премьер-министр возглавляет правительство без абсолютного большинства. Это сулит Элизабет Борн немало проблем. Первой из которой может стать голосование по вотому недоверия, на котором настаивают левые в парламенте. Остановить их не удается. Оставайтесь с нами на канале Нумеролог Джулипо, чтобы быть в курсе реальных событий и последних новостей. А мы будем публиковать факты, подтверждающие точность расчетов международных экспертов в области климатических и политических катастроф. Айрон и Джулипо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин